Приветствую вас, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходов Алексей и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас сначала вводный технико-экономический вебинар, затем уже будет расширенный с текущими новостями и так далее и тому подобное. То есть рассказать нам есть что и фактически каждую неделю происходит что-то новое, естественно, на строительной площадке экотехнопарка, естественно, по договоренностям, по различным странам и так далее. О том, о чем можно говорить, дорогие друзья, мы обязательно поведаем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Ну и как обычно, дадим свой взгляд на те вещи, которые происходят внутри проекта Skyway, нашу оценку, наши прогнозы, немножко как бы наших мыслей, сугубо нашего мнения. И, естественно, в первую очередь всех интересует, что же произойдет в конце ноября и чего ожидать от этой даты. Обязательно мы также об этом пообщаемся. Я предлагаю вам, дорогие друзья, проголосовать, так как у нас азбука Skyway, вот этот начальный вебинар, предназначен в первую очередь для людей, которые только погружаются в проект Skyway. Поэтому давайте также максимально способствовать облегчению донесения информации и экономии вашего времени, нашего времени и приглашать действительно на данный вебинар людей, которые только погружаются в проект Skyway. Потому что здесь мы с Сергеем Анатольевичем максимально четко, кратко, буквально за 45-50 минут стараемся донести те нюансы, те аспекты, которые, на наш взгляд, кажется, в первую очередь необходимо понимать и знать о проекте Skyway. Проект в плане народного финансирования, то есть именно по этой причине, дорогие друзья, мы с вами присутствуем в этой комнате, развивается с 2013 года и мы обязательно пообщаемся. Почему эта схема была выбрана и это неспроста далеко. Более того, я могу сказать, что если бы не была выбрана тема народного финансирования, то, возможно, такие результаты и не были бы достигнуты. И, возможно, даже, что тех моментов по строительству на экотехнопарке и тех действительно сверхрезультатов, я бы сказал, которые мы достигли за эти почти три года, их фактически бы и не было. И, на мой взгляд, 99% населения Земли следует узнать о проекте Skyway, потому что, так или иначе, все люди будут соприкасаться с этой технологией, все люди будут пользоваться этой технологией. Как сегодня пользуются смартфонами, как сегодня пользуются различными GPS-навигаторами, как сегодня пользуются микроволновыми печами, никого не удивишь. Но бабушки еще удивляются, когда микроволновую печь, допустим, или какую-то бытовую технику можно запускать через Wi-Fi. Но это рынок интернет-вещей, он прочно входит в нашу жизнь. Также ускоряются процессы финансовых операций, также прогрессирует технология в сфере введения реестра, введения отчетности, бухгалтерской отчетности и другого вида отчетности, именно основываясь на технологиях криптозащиты, криптовалюты, то есть основываясь на системе блокчейн. И уже в принципе можно сказать, что история, то что в сентябре была проведена первая сделка между Барклайсбанком и двумя контрагентами, один из которых продавал несколько десятков тонн молока. И если раньше процессы занимали именно оформление подобной сделки 2-3 недели, то есть нужно было отослать, прислать, принять, подписать, занести информацию, ввести документацию. Сейчас на основе блокчейна это занимает 3-4 часа. То есть действительно стоит понимать, что бизнес меняется кардинально. Скорости увеличиваются фактически во всех сферах. Это касается финансовой сферы, это касается сферы вообще технологий, технологического прогресса. То есть сейчас даже закон Мура в принципе нарушается, а он гласит то, что на интегральной микросхеме, то есть где находятся транзисторы, которые формируют соответственно частоту и мощность процессора, и насколько у нас мощный будет смартфон, либо компьютер, если количество транзисторов каждые 2 года ранее увеличивалось, то сейчас растет их плотность. То есть даже закон Мура сейчас работает по-другому абсолютно. И если мы будем сравнивать то, насколько мир изменился за 10 лет, это кардинальные изменения, дорогие друзья, и стоит с этим считаться. Но стоит также понимать и помнить, что несмотря на эти увеличения скоростей, несмотря на смену технологического уклада с 4 на 5 и сейчас с 5 на 6, потихоньку мы уже подходим к этой стадии, все равно транспортная индустрия, транспортная сфера застряла в 19, ну максимум с середины 19-го, начала 20-го века, никак не 21-й век, потому что средняя скорость перемещения подвижного состава железнодорожного, например, это, дай бог, 15 км в час, учитывая все остановки, учитывая все пробки. Я не говорю, кстати, про те случаи, когда, допустим, скапливается пробка и шлагбаум нельзя открыть, потому что на путях находится, допустим, автомобиль. Я не говорю про такие случаи, когда, допустим, мы везем какой-то товар либо груз из одного города в другой, если говорить про автомобильный транспорт, если говорить про дальнобойщиков, и опять же пробки. И пробки, они есть как в физическом воплощении, так и в мировой логистике, то есть это действительно серьезные тормоза, которые влияют на развитие вообще всей мировой экономики, дорогие друзья, потому что и дороги, и железные дороги, и авиасообщения, это артерии, артерии нашей страны, артерии других стран, и насколько будет развиваться транспортная индустрия, от этого напрямую зависит ВВП той или иной страны и раскрутка экономического потенциала. И действительно многие корпорации на сегодняшний день осознают, что лучше рассмотреть какие-то другие решения, чем строительство, допустим, высокоскоростной дороги за несколько миллиардов долларов, и найти решение в десятки раз дешевле, в десятки раз более эффективное, безопасное, экологичное, проезд, чтобы там был как минимум в 3-4-5 раз, опять же, меньше, а в идеале вообще стремился к нулю, потому что сегодня мы пользуемся скайпом с вами, и это бесплатная услуга. Мы платим только за дополнительные звонки, допустим, в другие страны, на мобильные телефоны, на стационарные телефоны, и транспортная индустрия, на взгляд приверженцев школы Анатолия Эдуардовича Юницкого, также должен, ввиду оплаты проезда, стремиться к нулевой точке. И вся окупаемость, многие спрашивают, а за счет чего будет заработок, вы не представляете себе, и мы себе даже точно не представляем, насколько будет мощная капитализация, только если говорить о горнодобывающих проектах, то есть освоении месторождений, которые на сегодняшний день невозможно освоить, продажа пищевого льда, чистой воды, и проблема чистой воды, это сегодня достаточно серьезная проблема, об этом говорят исследования ООН, исследования различных консалтинговых компаний, и сегодня примерно 87% воды, а то и больше уже, и это количество, к сожалению, не уменьшается, оно загрязняется каждый день. Поэтому та компания, которая создаст транспорт, который, соответственно, сможет на высоких скоростях, сравнимых с авиацией, перевозить воду и осуществлять транзакцию контейнеров воды, либо кубов льда, соответственно, это будет, опять же, мощнейшая капитализация, сравнимые, были такие вот примерные подсчеты, чуть меньше, чем экономика США. На сегодняшний день вся экономика мировая, это примерно 75,3 триллиона долларов, если говорить по данным 2012 года. И если мы говорим про то, что, да, серьезные организации говорят о том, что мир интернет вещей, то есть все, что связано через Wi-Fi, через интернет, это и искусственный интеллект, который сейчас тренд развивается, машинное обучение, это и, естественно, виртуальная реальность и так далее и тому подобное, только это оценивается в 5-10 триллионов долларов. А это лишь небольшая индустрия, относительно небольшая по сравнению с транспортной индустрией, с транспортной сферой. А если будет затрагивать транспортная инфраструктура не только сам транспорт, но и в целом осваивать территорию и комплексно давать решение, законченное действительно решение тем или иным заказчикам, тем или иным странам, президентам, министрам, и создавать действительно сеть, которая является единой транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной, в социальных аспектах также будет неимоверно влиять, так как образ жизни человека зависит от скорости перемещения. И я замечаю это, допустим, перемещаясь из Челябинска в Москву, у нас в Челябинске нет метро, в Москве люди, перемещаясь в метро, даже по своему менталитету только из-за этого меняются. То есть транспортная индустрия действительно влияет на все и вся. И сегодня, когда таяльная страна начнет впервые в качестве первопроходцев развивать инновационную транспортную технологию, они станут лидерами. И Анатолий Эдуардович представил эту технологию, которая может дать лавры той стране, либо тем странам, либо тем проектам, которые примут и начнут применять эту технологию, еще в конце 70-х годов. То есть, будучи на первых стадиях, совершая первые шаги в развитии технологии небесных дорог, в развитии струнной технологии, Анатолий Эдуардович начал далеко не со струнного транспорта, он начал с общепланетарного транспортного средства. Это очень серьезное сооружение, космическое сооружение, можно сказать, потому что вся конструкция будет подниматься в ближний космос на высоту примерно 330 километров, и, соответственно, располагаться будет по всей длине экватора, то есть 40 тысяч километров. Представьте, насколько мощными соглашения и сотрудничество должны быть между странами и подготовка к этому проекту, чтобы его реализовать. Но он ни много ни мало может вывести всю промышленность в открытый космос и решить, может быть, не решить, потому что, возможно, точка невозврата и пройдена, но хотя бы затормозить влияние экологических различных проблем на нашу планету в формировании катаклизмов, их станет меньше. И более того, есть решение, как управлять озоновым слоем, именно с помощью вот этого действительно гениального, но глобального и сверхмасштабного сооружения. Анатолий Эдуардович пытался донести на конференции по неракетной индустриализации космоса в 1988 году в Гомеле, то есть это еще территория СССР была, концепцию общепланетного транспортного средства, но, естественно, время на тот момент наверняка не пришло, потому что даже единой транспортной системы не было на тот сознан, даже интернета элементарно на тот момент мы не наблюдали. И постучавшись в двери к различным чиновникам, к различным научным деятелям, Анатолий Эдуардович понял, что сейчас не время этой технологии, и сейчас мы не можем понимать и что-то строить, какие-то планы по развитию общепланетного транспортного средства, и необходимо создать более такой простой транспорт по сравнению с общепланетным транспортным средством, наземный, который решит непосредственно проблемы тех или иных городов, стран, и будет экологичным, решит ту задачу и ту проблему, когда действительно больше четырех европейских стран с величиной, допустим, с Великобританию скрыты под асфальтовыми дорогами. И если даже, допустим, асфальт убрать, то уже невозможно будет заниматься сельским хозяйством и как-то использовать эту почву, потому что это мертвая почва. В 2000-х годах произошел рубеж, и очень серьезный этап начался, так как Сергей Анатольевич Сибиряков, тот человек, который выступит уже по окончанию вебинара, подытоживая и показывая взгляд с высоты прожитых лет проекта Skyway более 16 лет, он донес в 2000-х годах информацию до Лебедя Александра Ивановича. То есть это серьезный губернатор на тот момент, один из претендентов во власть также. И Лебедь Александр Иванович, понимая и осознавая действительно время на тот момент, очень актуальное применение, разработки и внедрение концепции Skyway в масштабе всей страны, ПРО финансировал, выделил первые транши денежных средств на строительство первого технопарка, который строился в городе Озеры, Московской области. И, соответственно, эта площадка ПРО функционировала с 2001 по 2009 год. Более того, в 2009 году была совершена презентация на тот момент президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Дмитрий Анатольевич концепцию в принципе принял и говорит, что единственное, если вы найдете финансирование, то, пожалуйста, делайте, никто вам мешать не будет. И, более того, планировалось продолжить развитие Skyway именно уже в куларах кабинетов властей. И планировалось выделение в районе миллиарда рублей. На тот момент это была достаточно серьезная для старта сумма. Но неизвестные лица, и сейчас вот остается действительно догадываться, кто это был, по чему заказу, действительно, этот акт вандализма был совершен. Разрушили буквально под ноль, спилили опоры и демонтировали технопарк по этому называемому полигон в городе Озеры Московской области. Но все, что нас не убивает, как говорится, делает нас сильнее. И Анатолий Эдуардович не желал останавливаться на этом этапе, даже после того, как партнеры, оказавшись недоброжелательными и недобросовестными партнерами Анатолия Эдуардовича Юницкого, это Виктор Узлов, при развитии проекта на территории Австралии, так скажем, очень нехорошо поступили и совершили, более того, рейдерский захват на тот момент компании по струнным технологиям. Это была крайняя такая чаша, капля в чаше терпения Анатолия Эдуардовича Юницкого. И Анатолий Эдуардович на тот момент понял и осознал, что подобной схемой привлечения крупных инвестиций в начале проект не может развиваться и нужно начать с чего-то другого. И таким образом была введена строй, придумана, рассчитана в виде первичных дискаунтов. Это ваша венчурная премия за риск, это наша венчурная премия за риск, потому что все люди, которые сейчас являются спикерами, членами совета правления, активными лидерами, региональными лидерами и так далее и тому подобное, инициаторами адресных проектов, они на тот момент как раз-таки начали инвестировать и по достаточно выгодным условиям. Но, естественно, на тот момент был максимум рисков по сравнению с сегодняшним днем. И, дорогие друзья, я могу сказать, что эта стратегия была выбрана абсолютно правильно, потому что сегодня, 29 ноября, мы покажем технологию движения и городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт, высокоскоростной транспорт на фактически все уже виды транспорта готова техническая документация. В масштабе один к одному готовы юнибайки, готов юнибус, городской пассажирский транспорт. И все это было представлено на выставке и на транс в городе Берлин. 20-23 сентября, соответственно, происходило это событие. И это, дорогие друзья, также является нашей историей. Если взглянуть в прошлое, то я бы рекомендовал запомнить несколько дат. Это июнь 2015-го, когда началось строительство экотехнопарка. И в сентябре, в начале сентября, соответственно, только начали рыться первый котлован под первую анкерную опору, которая является одновременно и станцией, и анкерной опорой, принимающей на себя сотни тонн нагрузки от путевой структуры, проходящего по ней подвижного состава. И, соответственно, потом действительно все начало развиваться абсолютно по установленным планам. И сейчас мы также движемся по установленным планам. 25-го сентября была продемонстрирована модель 1 к 10. О ее применимости и даже, что эта модель может сформировать серьезный бизнес, мы обязательно расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. И, соответственно, это произошло уже более года назад. В сентябре, как я и говорил, уже была продемонстрирована модель к одному. Зимой были установлены промежуточные опоры городской пассажирской совмещенной с высокоскоростной трассой. Действительно, испытания природой и погодой были. И это также абсолютно не останавливает, никак не влияет на ход строительства, либо вообще эксплуатацию технологий в будущем, потому что запас температуры взят максимальный. То есть это примерно от минус 50 до плюс 50 градусов. Это действительно серьезные показатели. И вообще все нормативные показатели, дорогие друзья, для того, чтобы сертифицировать без каких-либо препонов, проблем, и быстро, эффективно в тех странах, где это понадобится, лимиты и запасы по стандартам взяты действительно очень серьезные. И не будет никаких вопросов, на самом деле, что у нас будут какие-то замедления с сертификациями. Я абсолютно, допустим, вижу тот процесс, что как только нас будет приближаться уже к процессу сертификации в той или иной стране, этот процесс планомерно будет развиваться, опять же, по этапам, как сегодня мы показываем результаты на экотехнопарке. И показали результаты, соответственно, уже и непосредственно в Берлине. Потому что в Берлине, дорогие друзья, те, кто был, я думаю, помнят, многие не ожидали увидеть мирового масштаба машины, так как я могу сказать, что очень серьезный эффект это показало, и это было видно невооруженным взглядом даже на таких матерых инфраструктурщиков, как вице-президент компании Siemens и так далее и тому подобное. И в мае было начато запараллельное строительство легкой прогулочной трассы, по ней будут ездить одновременно и Unibike, и Unibus. И далее, соответственно, уже в июле начато запараллельное строительство грузовой трассы. Это имеется в виду и сама путевая структура, подготовка к строительству, что касается грузовой, и что касается городской пассажирской совмещенной с легкой прогулочной. Это уже, можно сказать, серьезный эффект. И если сравнивать, допустим, зимнее время 2016 года и то, что сейчас происходит на экотехнопарке, это действительно, дорогие друзья, это небо и земля. И это достигнуто только благодаря выбранной схеме народного финансирования, потому что сейчас, на сегодняшний день, по-прежнему, самой крупной инвестицией является, соответственно, 330 тысяч долларов от одного человека. Это один из представителей властей, бывших Российской Федерации. То есть честь и хвала за то, что подобную сумму инвестировал этот человек. И еще на ранних этапах, то есть это примерно третий этап, это были коллеги, знакомые, кто наблюдал с Сергеем Анатольевичем вместе за развитием проекта. Инвестировали по несколько сотен тысяч долларов. И сейчас близятся, на самом деле, инвестиции уже на миллионы долларов. С 29 ноября этот процесс принятия на территорию как научно-производственного конструкторского предприятия, так и самой строительной площадки, где можно будет увидеть действительно в действии технологию, уже начнется планомерный процесс и фактически несколько раз в неделю будут приезжать те или иные делегации, но которые, естественно, настроены на инвестиции от миллиона долларов. Либо это, если активисты и лидеры, к примеру, развивающиеся по схеме народного финансирования, это, соответственно, от 100 тысяч долларов, но должна быть, соответственно, группа. Потому что время действительно очень ценно. Генерального директора нашего генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого и Виктора Бабурин, зам директора и Кирилл Бадулин, руководитель службы адресных проектов, полностью загружены, все проводят переговоры. Это же касается и активистов, лидеров, кто развивает схему краудинвестинга. Независимо от того, какая схема инвест-проводящая система, то есть либо это Skyway Capital, либо это головная компания, либо какие-то еще схемы, все равно, мы все движемся, дорогие друзья, к одной общей цели, чтобы это все, как вы видите, воплощается действительно в жизнь, и чтобы это не просто воплотилось в жизнь, а чтобы подготовить рынок, сети адресных проектов, которые будут капитализироваться и переносить достаточно существенную прибыль, для того, чтобы действительно можно было сказать, что на сегодняшний день инвестиции людей, которые инвестируют в проект, позволяют говорить о том, что мы действительно через не, допустим, год, не два, но приблизимся к номинальной стоимости на тот момент акций. Сейчас, да, мы признаем это обязательство, это не акции, и есть инвестиционный меморандум, все документы можно посмотреть, можно запросить выписку, но сейчас компания не получает прибыль, и не долго тот час, дорогие друзья, я думаю, что в 2017 году мы увидим уже первые плоды, которые будут такими первыми расточками для получения прибыли и сверхприбыли в проекте. И если кто-то сомневается, то вспомните такие индустрии, как современные персональные компьютеры, как современная авиация, как современные даже электромобили, то есть Илон Маск с Tesla Motors сорвал куш, так скажем, как современный интернет-бум, интернет-бизнес, я не имею в виду интернет-проекты, я имею в виду интернет-компании, которые были на взлете, но потом угасли, так как, естественно, идет смена технологических укладов, и, естественно, дорогие друзья, ничто не вечно под луной в плане технологического прогресса. Нужно всегда быть на острие развития, на острие технологического прогресса, на острие совершенствования технологии. И, дорогие друзья, я могу сказать, что Skyway – это как раз-таки та компания, которая действительно имеет все шансы занять более 50% рынка транспортной индустрии и также заниматься уже серьезными инфраструктурными, девелоперскими проектами, то есть это строительство городов нового типа, линейные города – это строительство взлетно-посадочных полос, строительство струнных интеллектуальных ограждений. Это, как я уже сказал, комплексное освоение территории, то есть в путевую структуру зашито оптоволокно, и оптоволокно позволяет нам оценивать состояние путевой структуры. Имеются силовые кабели – это возможность, соответственно, зарядить наш телефон в подвижном составе, не боясь от того, что будет не тот какой-то скачок напряжения, либо не то напряжение. Это полностью без отрыва от повседневной жизни перемещаться внутри подвижного состава, действительно наслаждаться комфортом перемещения, не задумываясь о том, что мы перемещаемся сейчас, допустим, в Юнибусе. Чего не скажешь о современных автобусах, хочется быстрее доехать до пункта назначения, выйти. Чего не скажешь даже о современных личных автомобилях, хочется избежать пробок, но в современных мегаполисах этого невозможно фактически сделать, дорогие друзья. И мы декларируем, что действительно даже юнибайки, даже юнибусы, не говоря уже о высокоскоростном транспорте, они решат проблему пробок полностью и избавят и Европу, и Российскую Федерацию, если Российская Федерация выберет путь применения и развития по концепции Skyway в транспортной инфраструктуре, полностью избавят эти страны от проблемы пробок. Мы не раз не говорили, что грузовое направление, соответственно, избавит от тех транспортных средств, которые в первую очередь оказывают очень серьезное воздействие на дорожное полотно, его приходится намного чаще ремонтировать, это относится в первую очередь к России. И, соответственно, фур действительно станет как минимум меньше, либо их не станет вообще. Я могу сказать, что, находясь большое количество времени в других странах, я вижу везде одну и ту же проблему. И все испытывают действительно недостаток того транспортного инфраструктурного решения, которое позволило бы эти проблемы решить. Но, дорогие друзья, это все не имеет значения и не имело бы значения, если бы те результаты, которые вы видите на слайде, то есть вот на данном слайде уже установлена путевая структура легкой прогулочной трассы, совмещенной с городской пассажирской трассой, по ней поедут юнибус, юнибайк, начнутся испытания, и мы достигнем скорости в 150 км в час, которую декларируем. И самое главное, что это универсальная трасса, о чем были многочисленные расспросы и вопросы непосредственно у представителей, которые делегации подходили на стенд и на транс, на стенд белорусских выставок. Будут также подходить и спрашивать, наверняка будут подобные же вопросы, на выставке, организованной именно уже в России. Это транспорт России, который пройдет с 30 по 2 декабря. И, соответственно, если кто-то думает, что компания сосредоточилась только на легкой прогулочной трассе, вы глубоко заблуждаетесь. И посмотрите, это действительно слайды, это действительно фотографии, которые неимоверно радуют тех людей, которые присоединились к проекту. Либо недавно осознали его суть и поняли потенциал технологии. И это действительно, что было и что стало в 2015 году. Мы только показывали визуализации, что это будет. И после получения новых фотографий в высоком качестве, мы обязательно сделаем инструмент, как материалы листовки. Было-стало в технологии Skyway. Раньше была, соответственно, только визуализация. Сейчас уже реализуется технология и в бетоне, и в железе. И действительно, вот устанавливаются уже фермы. Это подготовка к тому процессу, дорогие друзья, который действительно мы все ждем. И мы знаем эти планы. Но в первую очередь я хотел бы повестить новичков. То, что через 4-5 месяцев от испытаний легкой прогулочной трассы. Но напоминаем, что это не просто какие-то игрушки, аттракцион, легкий прогулочный транспорт. Это универсальная трасса, которая позволит перемещаться как к городскому пассажирскому транспорту, так и легкому транспорту. Городской пассажирский транспорт может достигать 50 пассажиров в час. Пассажиропоток 50 пассажиров в час. И об этом сказал один из главных конструкторов Бюро подвижных составов. И, соответственно, это действительно показатель, который позволяет нам говорить о том, что струнный транспорт, даже городской пассажирский, даже на одной ветке, это более эффективно, чем, к примеру, московское метро. Дорогие друзья, мы действительно находимся на пороге, на пороге перехода в новый технологический уклад. Я все меньше и меньше буду останавливаться на самом деле уже и на технических характеристиках. Единственное, что я хотел бы сказать, что в первую очередь, что нужно помнить при первых рассказах о технологии Skyway, это аэродинамика, это действительно очень серьезная аэродинамика. И, к примеру, Unibus коэффициент аэродинамического сопротивления 0,11. У Bugatti Veyron 0,43. У Mercedes GLC купе 0,21. У Unibus городского пассажирского транспорта 0,11. То есть это в разы больше, чем, действительно, спорткары. И если говорить про аэродинамику, которая будет у высокоскоростного подвижного состава, дорогие друзья, это будет 0,04. И еще более эффективно все зависит, естественно, от испытаний. И это действительно не революция, это эволюция в транспортной индустрии. Есть ряд ноу-хау, которые нам позволяют говорить о том, что действительно будет экономиться масса материалов, топлива при строительстве, при дальнейшей эксплуатации. Эксплуатация, ремонтная составляющая будет, либо не будет ее вообще, либо она будет максимально минимизирована по сравнению с современными троллейбусными, автобусными, депо, парками, трамвайными. И, естественно, мы также сталкиваемся и видим различные происшествия, что то поезд сошел с рельс, то, допустим, налить на путевой структуре высокоскоростного транспортного средства не позволяет ему достичь пункта назначения вовремя, и пассажиры вынуждены 3-4 часа стоять не в пробке, а просто дожидаясь, когда же он поедет. И, соответственно, шумовой эффект от нашего рельса. Вот вы видите струнную путевую структуру, разрез, сечение. Это балка, которая является одновременно рельсом. Внутри вы видите стальные канаты, которые преднапряжены. Они, соответственно, закрепляются. Идет моноличивание спецбетоном, который был разработан на базе также научно-производственного конструкторского предприятия. И далее ставится головка рельса. Если говорить про шумовой эффект, дорогие друзья, это будет еще меньше, чем у нас, допустим, какая-то вечеринка идет, к примеру, дома, когда мы смотрим громко телевизор. И это действительно поражает воображение. Но самое главное, дорогие друзья, это не воображение, это абсолютная реальность. Но для того, чтобы усилить мою аргументацию, которая, я надеюсь, и так была неплохая, я предлагаю послушать следующего спикера. Это Сергей Анатольевич Сибиряков, ведущий макроэкономист, прогнозист. Действительно тот человек, который отдает душу и сердце проекту более 16 лет проекту Skyway и не останавливается ни перед чем. Ни на просьбы, что не хотели бы возглавить министерство, одно из министерств Российской Федерации, ни какие-либо другие привлекательные условия. Потому что что-то подсказывает Сергей Анатольевич, и он оказывается прав, что серьезнее и более перспективного, и более приносящего блага всем людям проекта на сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают 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 как реальное транспортное средство с реальная трасса для работы и перевозить почти миллион тонн грузов в год кто еще не смотрел посмотрите останавливаться на этом подробно второй раз не будем сегодня же продолжим выставку по нашему стенду дальше хочется рассказать прежде всего про и не байк наш самый популярный экспонат который который возможно первым и поедет в технопарке невозможно точно полностью для этого готов осталось вернуться и его собрать и настроить и можно ехать возможно я не сомневался в том что он по это в том что он поедет первым потому что изначально планировалось что поедет юнибус потому что они поедут и вместе же покажет собственно что такое не байк еще раз в двух словах это легкое транспортное средство индивидуального скажем так малой вместимости возможно индивидуальное применение на первых порах планируется использование его закрытых зонах рекреационных зонах зонах отдыха кампусах университета например то есть на кита локальных площадках небольшого размера хотя в будущем при развитии транспортной структуры skyway он может использоваться и как транспортное средство городское просто мало вместимости причем стоит сказать что все наши трассы городская легкая предназначен для юнибуса они все универсальны в том плане что любое транспортное средство за исключением высокоскоростных мы говорим о системе skyway skyway конечно они могут использовать транспортную структуру соседней ну скажем грузовую транспортную структуру для перевозки пассажиров в том числе и наоборот то есть транспортная структура универсальная универсальная обратно к вини байку легкая то есть это 650 килограмм полной массы либо для двух человек с установка велогенераторов позволяющих вырабатывать электроэнергию и компенсировать расход батарей то есть возвращать электроэнергию в бортовую систему что дает человеку помимо занятия фитнесом во время движения экономии времени скажем вечером дает еще и экономии его кошельку то есть энергии которым выработал и отдал обратно в батарей будет стоимость этой энергии будет компенсирована по итогам поездки либо если велогенератор не устанавливать в этом же транспортном средстве может ехать три человека то есть три пассажирских мест по характеристикам юни байка малый вес отличная аэродинамика слову сказать это коэффициент cx 007 для этого транспортного средства стальное колесо все это позволяет минимизировать затраты энергии на движение не байка и ну например при движении с скоростью 100 километров в час и не байку нужно два киловатта энергии электричества для движения впечатляет весьма если в других цифрах например при что более понятно было не столь посвященным скорости 150 километров в час он будет расходовать электроэнергии пересчитаны на расход топлива условного топлива две целых две десятых литра условного топлива на 100 километров пути это действительно достижение сравнить это хотя бы пассажиров вместимости но с мотоциклом за тоже два человека который на этой же скорости расходует но современный мотоцикл на минимум 6 литров того же топлива и это ж только начало мы же будем развивать и продвигать эту технологию естественно или например если сравнить но здесь уже стоит вернуться к юнибусу и делать такой сравнительный анализ нашими инженерами результат выложен на сайте можно всегда почитать было сравнение юнибуса с но хотел сравнить чем-то актуальным популярным с тестами да я просто напомню цифру что понятно что тесла это легковой автомобиль там 4 человека у нас 14 человек это маленький автобус поэтому чтобы результаты были честными мы привели показатели либо к юнибусу тесла либо юнибуса к тесле и даже в этом режиме с учетом стального колеса вместо резиновой шины с учетом коэффициента лобового сопротивления то есть аэродинамики мы получаем эффективный результат 6 с половиной раз более эффективно а если считать в чистом виде без перевод без пересчета то есть уже учитывая что мы везем пассажиров 14 человек вместо четырех мы получаем почти в семнадцать раз экономить почти восемнадцать семнадцать с какой-то 17 раз более эффективно за счет чего это достигается еще раз аэродинамика отсутствие экрана и собственно наш движитель наше колесо которое в двух словах стоит тоже показать то есть на этом стенде у нас мотор колесо снятая свиньи байка с целью того чтобы его продемонстрировать лазить было бы не очень удобно на верхней байка мы выставили на стен это стальное колесо как видите небольшого диаметра это синхронный мотор постоянного тока то есть на постоянных магнитах и легкая тормозная система заимствована у стандартного серийного мотоцикла тормозной диск суппорт гидравлический он вентилируемые я вижу все качественно позволяет тормозить явно с очень больших скоростей мы со скоростью 150 километров час обеспечиваем необходимое нам замедление причем обеспечиваем его в принципе электродинамическим торможением то есть рекуперируя энергию отдавая обратно ее в бортовую сеть транспортного средства и именно как керс который когда-то существовал формуле да ну керс это был накопитель механической энергии у нас все-таки рекуперация электрической энергии но смысл тот же не растратить а вернуть обратно в систему и повторно использовать поэтому в этом случае тормозная система фрикционная используется как запасная и как дополнительно то есть случае когда нужно тормозить более эффективно то есть случае экстренного торможения мы с действуем обе системы и электродинамику и фрикционные тормоза по характеристикам мотора то есть вот в этом маленьком компактному габарите с весом в 14 килограмм помещается в номинальном режиме три с половиной киловатта мощности в максимальном режиме до пяти киловатт мощности суммарно то есть мы получаем на унибайк 20 киловатт мощности на борту при этом помним что на самом деле мы тратим около двух киловатт при движении в постоянном режиме этот запас здесь трасс нам нужен просто чтобы эффективно разгоняться и ускоряться чтобы логистика передвижения позволяла нам выдерживать тот интервал две секунды которые мы задаем как минимальный интервал безопасности слову говоря двигаясь этим интервалом на юне байки можно перевозить на системе легкого легкой транспортной системе можно перевозить 7200 человек в час то есть сутки это примерно 150 тысяч человек это на используя вот такие двухместные модули как и у неба пару слов о конструктиве наверное интересно корпус это монокоп из композит прям с языка сняли это и хотел спросить его за то есть отсутствие стали алюминия это полностью пластиковый кузов остекление из поликарбоната как мы говорили вчера что дает в два раза меньше веса 25 раз большую прочность чем стекло чем до силикатное стекло интерьер максимально мы постарались сделать дружелюбным и интересным и приятным я смею напомнить тем кто или сообщить тем кто не смотрел какой-нибудь наш предыдущий репортаж что один наш самый крупный немецкий гость сказал что наше качество лучше чем у бмв и мерседеса даже я не слышал работа без ложной скромности замечательно так 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 что сказать мультимедийная система которая в последующем мы только что говорили что при выходе из рекреационных зон при выходе в транспортную систему эти транспортные средства развивая их электронную часть они могут стать вашим индивидуальным помощником в рамках концепции мобильности будущего в рамках концепции мобильного будущего то есть это не ожидание и не байка на станции открывание двери вручную потом там нужно сесть выбрать куда ехать вы это все будете делать заранее своим мобильным устройством умным и просто подходя к станции уже будет подъезжать вашей не байк распахивать дверь брать вас на борт и вести туда куда вы пожелали великолепно все то будущее все эти футуристические предсказания которых нам рассказывает сергей анатольевич я вижу уже воплощаются со страшной силой да то есть сохранение ваших настроек по удобству посадки по микроклимату в салоне по вашей любимой музыке это будет ваш верный другой помощь ходовая часть будет вам всегда подаваться вовремя и идеально настроенной обслуженной правильно ли я понимаю нужно думать произведение того там заездах на заправку только от свете занавесочек который вы хотите повесить на эти поликарбонатные стекла типа того наверное пони байку пока все и последний экспонат который обязательно стоит осветить вот это интересное транспортное средство которое внешне можно сравнить с моделью ибо масштабы совпадают но на самом деле это не масштабная модель это транспортное средство в ее реальная габаритах реальных размеров то есть это тоже промышленный образец как я понимаю это готовое транспортное средство готовы уже реализации в рамках проекта интеллектуальное ограждение и охранный модуль и транспортное средство ну транспортное средство но потому что способна перемещаться но но задействует начинку которая позволяет ему выступать в качестве охранного модуля, но в принципе может перевозить наверное все что угодно, то есть килограмма. Естественно, можно сказать и другими словами, в данной комплектации это охранный модуль, который напичкан электроникой, позволяющий ему обслуживать, охранять зону, подлежащую, скажем так, охране. Немножко тавтологии. А вы можете прокомментировать картинку, которую мы видим, вот какие-то там лица, как в терминаторе или как в хищнике? Да, секунду, но если не ставить эту электронику, это можно привозить в транспортное средство, как мы говорили вчера, для перевозки мелких грузов на супер-супер легкой транспортной системе. По комплектации охранного модуля, значит еще раз, что такое? Это проект интеллектуального ограждения, это охрана каких-то закрытых объектов, аэропортов, складов, ну чего угодно, каких-то конкретных территорий, либо, например, границ, в том числе границ государства. Я думаю, рынок здесь неисчерпаемый для этого продукта. Ну уже может более того, можно и объединить, он может охранять и перевозить, может быть такое. Что установлено? Установлена система наблюдения, то есть это три видеокамеры, видеокамера в обычном спектре поворотная на 360 градусов, видеокамера ночного видения, но тоже в видимом спектре и инфракрасная камера для ночного видения. Вот на экран, если мы взглянем, мы здесь показываем как раз таки картинку, которую видит охранный модуль. В рамках выставки мы демонстрируем людям, в рамках работы охранного модуля. Для чего это нужно, расскажите? Информацию аккумулирует и передает в центр управления. Для чего нужно? Ну, к примеру, это мониторинг охраняемой территории. Если охранный модуль видит наличие какого-то объекта, который там не должно быть, он распознает этот объект. То есть система детекции опасности говорит системе, это кто? Это человек или не человек? Если этот человек, это кто? Это свой охранник или это лицо незанесенных в базу данных? То есть предполагаемый нарушитель. Вот я вижу, что там сейчас Бабурин, поэтому он его распознает и ничего в этой связи не предпринимает. Виктор, все еще с нами. Да, примерно так. И вот я вас, кстати, вижу, и он точно так же реагирует. Значит, происходит дальше что? Следующее. Охранный модуль останавливается возле предполагаемого нарушителя, включается световая сигнализация, включается шумовая сигнализация о нарушении периметра и происходит вызов, то есть сообщение этой информации на центральный пульт управления, где уже оператором либо более умной системой происходит, принимается решение. Оператор, либо более умная система. Прекрасно звучит. Мы уже в далеком будущем. Да. Соответственно, если это действительно нарушитель, происходит вызов службы реагирования, скажем так, которая моментально приезжает и ликвидирует или делает что-то еще с этим нарушителем. Если... Короче, он сразу же аннулируется на месте. Ну, наверное, так. То есть в комплектации этого охранного модуля у нас мы имеем 30 килограмм его собственной массы и можем добавить еще 30 килограмм полезной нагрузки. То есть, в принципе, чтобы никого не вызывать, сюда можно установить поражающие элементы. Электрошокеры. Да хоть какие. Электрошокеры. Да хоть огнестрельные. Да? Если это действительно серьезные объекты и есть на то право, то мы можем предложить такую услугу заказчику. Для охранной границы во время военных действий наверняка это вполне реально. Вполне. Ну, как-то так. Как-то так. Спасибо большое. Народу уже много. Вас уже ждут. Спасибо большое, Андрей Дмитриевич, за такой прекрасный разговор. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями.